В эфире новости в студии Елена Солонина. Сегодня в выпуске. Смотрите. Продолжение следует. Продолжение следует. Кроме этого, только 10 из 18 потерпевших видели заключенного. Но ни один не дал показаний о его незаконных действиях. Также, по словам Полозова, Ахтем Чайгос не оповещал людей о предстоящем митинге в феврале 2014 года. Это подтверждается даже допросами многих членов региональных представительств Меджлиса. О митинге они узнали от Заура Смирнова, а также из СМИ. Сегодня во время заседания Николай Полозов рассказал о нарушении в ходе следствия и даже пытках его подзащитного. Окончательного решения по делу одного из лидеров крымско-татарского народа пока нет. Прокурор запросила подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Напомню, Ахтема Чайгос задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Тем временем в Симферополе в поддержку Ахтема Чайгосу прошел одиночный пикет. Завершился он с задержанием организатора и единственного участника в одном лице. Это крымский активист Сервер Караметов, который страдает от заболевания Паркинсона. Против него правоохранителям составили два административных протокола. Один за нарушение порядка проведения одиночных пикетов. Второй за сопротивление сотрудникам полиции. Резкие движения активиста, которые правоохранители сочли за сопротивление, на самом деле последствия болезни. Сервер Караметов вышел к прокремлевскому Верховному суду с плакатом. На нем было написано, цитирую, «Путин, Аксенов, наши дети и Ахтем Чайгос не террористы. Хватит обвинять крымских татар». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Заир Смедляев. Пятеро полицейских окружили Караметова, отобрали плакат, посадили в авто и увезли. «Подожди! Подождите! Пробегающая территория, здание суда, запрещено!» «Тебе говори! Подожди! Я прошу вас, подожди!» «Подожди! А, пусть не разрешила тому, может! А, подожди! Тебе не разрешил!» Российские правоохранители отпустили участниц группы «Пусирают» Марию Алехину и Ольгу Борисову, которые организовали акцию в поддержку Олега Сенцова в Якутске. Перед этим девушек продержали в местном отделении полиции целый день. Причина – совершение админнарушения, а именно проведение несанкционированного мероприятия. Участницы группы вывесили на мосту баннер с надписью «Фри Сенцов» и зажгли фаеры. Активистки считают, что общество должно поддерживать, как они говорят, на плаву вопрос освобождения украинского режиссера и других политзаключенных. А Киеву следует настаивать на обмене Сенцова, особенно в преддверии президентских выборов в России. Неподалеку от истроительной колонии номер один, где сейчас находится Олег Сенцов, в городе Якутск, это восточная Сибирь, и на мосту мы разместили баннер, растяжку со слоганом «Свободу Олега Ченцову». Пока делали эту акцию, в общем, видели людей, находящих рядом. Когда мы зажгли цветной дым, нам даже стали сигналить машины довольно дружелюбно. То есть люди нас снимали на видео, бегли дети, общались с нами. Все прошло достаточно бодро и интересно. После скандала вокруг компании «Сименс» ее представители ломают голову. Как выйти сухими из воды? В любом случае концерн будет настаивать на возврате всех четырех поставленных в Крым агрегатов обратно в Краснодарский край, говорит представитель компании «Сименс» Филипп Энч. Тем временем Евросоюз уже ввел против России четвертый пакет санкций. Такое решение евродепутаты приняли в конце прошлой недели. Какие компании и российские чиновники попали под ограничительные меры и к чему это привело, смотрите далее в сюжете. Список пополнился тремя российскими компаниями. Это два предприятия «Технопромэкспорт», а также «Интеравтоматика». Кроме этого, под ограничительные меры попали трое россиян. Замминистра энергетики России Андрей Черезов, глава отдела Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка. Теперь Брюссель заблокировал их активы и запретил въезжать на территорию ЕС. Так европейские чиновники выражают протест против аннексии полуострова Федерации. Как только санкции утвердили, в СМИ появились заявления двух немецких политиков. Оба утверждали, что проблему оккупации Крыма нужно отложить. Об этом глава свободной демократической партии ФРГ Кристиан Линднер сообщил в интервью немецкому изданию «Функте Медиангруппе». Говорит, сначала необходимо достичь с Москвой прогресса по другим вопросам. Говоря о табу, я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние. Такого мнения придерживается и уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернат Эрлер. Он заявил, что сначала нужно решить проблему Донбасса. Украинский нардеп Дмитрий Тымчук утверждает, таким образом немецкие политики, представители промышленного гиганта «Симмонс», а также их российские поддельники стараются снизить значимость скандала с поставками их турбин в Крым. Почему вдруг возникли подобные заявления? Это последствия жадности концерна «Симмонс», который, несмотря на многочисленные предостережения, продал в Крым турбины для ТЭС. «Искренне хочу сказать германским коллегам, не повторяйте своих же ошибок, не идите на поводу у Кремля. Ничего, кроме дополнительных проблем и потери репутации, вы не получите». Тем временем в центре внимания оказались не только политики из ФРГ, но и немецкая группа «Скутер». В прошлую пятницу музыканты выступили на фестивале «Золотая балка» в Крыму. Ранее в украинском парламенте заявляли, если музыканты отправятся на оккупированный полуостров через Москву, им запретят въезд в Украину. Также выступление раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, если группа дает концерты в Крыму, она становится на сторону Путина. Однако немецкие артисты считают, что участие в фестивале – это, цитирую, «исключительно музыкальное событие». Еще в июне посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался с менеджером группы. Он пытался рассказать о последствиях визита в Крым через Белокаменную и отговорить музыкантов от выступления. Сейчас прокуратура Крыма открыла дело по факту визита коллектива на оккупированный полуостров. Им грозит до 8 лет лишения свободы за нарушение закона Украины. Александр Белов, новости ЮАКрым. Севастопольская многоэтажка, которую снесли в 2014 году, снова в центре внимания. Правительство Севастополем хочет получить за нее более 36 миллионов рублей. Именно столько чиновники заплатили коммерческой фирме за демонтаж и уборку развали. Счет будет выставлен главе жилищного товарищества Анит Николаю Соколову. Последний вряд ли сможет одолеть такую сумму. В 2016 году в состоянии алкогольного опьянения он сбил насмерть двух севастопольцев и отбывает наказание в колонии поселения до 2020 года. Напомним, 16-этажный недостроенный дом на мысе в Хрустальном пророссийское правительство Севастополя сочло незаконным. И суд постановил ее снести. Неудачный взрыв превратил здание в Пизанскую башню. Группа «Металлика» вставила кадры с ней в свой клип как символ апокалипсиса. 9 августа – Международный день коренных народов Крыма. В преддверии этого праздника в Киеве прошла пресс-конференция. Там презентовали социальный ролик, посвященный трём народам полуострова – крымчакам, караимам и крымским татарам. Участниками были председатель Меджли Сарифат Щубаров, политолог Юлия Тищенко и заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. На мероприятии обсудили права коренных народов, пути их сохранения. Кроме этого, участники конференции рассказали о том, как и где будут отмечать в Киеве Международный день коренных народов Крыма. В 7 часов вечера Министерство информационной политики в American House проводит Крым Ахшама, Крымский вечер. Мы пригласили дипломатов, дипломатический корпус, экспертов, политиков, чиновников, для того, чтобы показать им фотовыставку, которую мы разработали в рамках нашего проекта с эстонцами вместе. Это как раз вот та выставка, где очень детально рассказано о том, кто мы такие есть. И плюс это будет небольшой концерт, open-air концерт с нашей музыкой. После аннексии Крыма Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заняла твердую позицию в отношении аннексии полуострова. Крым – это Украина. Об этом представители ЮНЕСКО после событий 2014-го заявляли регулярно. Такая политика организации шла в разрез взглядам Российской Федерации. ЮНЕСКО пришлось прервать все свои контакты с Крымом. В организации считают, продолжение сотрудничества будет косвенным признанием Крыма российским. О позиции ЮНЕСКО и сегодняшней ситуации с культурным наследием на полуострове журналистам ЮАК Рым рассказали в национальном заповеднике София Киевская. До оккупации полуострова ЮНЕСКО сотрудничала с музеем-заповедником Херсонес-Таврический. Теперь на этом поставлен жирный крест. И хотя в списках организаций заповедник числится как объект культурного наследия, возможности работать в Крыму над сохранением его памятников у организации больше нет. Однако при входе в Херсонес-Таврический до сих пор висит вывеска с логотипом ЮНЕСКО. Правомерно ли это, нам рассказали в национальном заповеднике София Киевская, который также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО не защищает какие-то страны, не защищает политиков, политический строй. Правильный подход, когда ЮНЕСКО защищает памятники. Это действительно очень важный момент. Есть мировые примеры, когда власть в странах захватывали и памятники уничтожали. Поэтому в ситуации с Крымом я бы говорил о том, что ЮНЕСКО надо не уходить оттуда, а наоборот ставить под усиленную защиту. Тем более, та информация, которая доходит оттуда, как относится к памятнику и что с ним делают, этому памятнику необходима просто срочная защита. Поэтому в моем уме, что защиту надо усиливать. Трудности работы ЮНЕСКО и заключаются в том, что они вне политики. А позиция организации – Крым – это Украина. Однако эксперты считают, что в случае с полуостровом нужно работать с оккупационной властью ради сохранения памятников. По словам Алексея Курпаса, в первую очередь все зависит от самих специалистов. Насколько они преданы своему делу и насколько они смогут разделять политику и свою профессиональную деятельность. Самая большая проблема в этом отношении – то, что, к сожалению, специалисты, которые относятся как к памятнику и которые знают, как правильно его сохранять, они уже не работают там. Потому что для тех властей, которые сейчас там, они неудобны. Они мыслят по закону, по правильному закону. Они считают Крым по-прежнему Украиной и, естественно, они лишились работы. А те, кто пришел туда руководить, они обычные коммерсанты, которые, да, подходят с коммерческим подходом к памятникам, к стройкам, как строители подходят, совсем не учитывая специфики. А если не учитывая какую-то специфику, то далеко не все, из-за чего памятнику наносится непоправимый урон. Херсонес Таврический в списках ЮНЕСКО отнесен к культурному наследию Украины. Однако Россия считает его своим заповедником, с чем категорически не согласна международное сообщество. Ярослава Алексеева, Елена Солонина, Катарина Гислер. Новости ЮАК Рым. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите наши выпуски по будням и подписывайтесь на ЮАК Рым в фейсбук. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok